Если очень коротко, не бритябрь для людей, которые хотят изменить мир к лучшему, а не драчабрь для школьников, которым смешно от слова дрочить. Не то чтобы это было плохо само по себе, но сейчас объясню. Это я так или иначе пересказываю каждый раз уже несколько лет, но всегда есть люди, слышащие впервые. Что не бритябрь, как мы его решили называть, а в оригинале мовембр от мусташ-усы и новембр-ноябрь. Это всемирная акция, привлекающая внимание и финансирование к проблемам мужского здоровья. Это и психологические проблемы, часто приводящие к самоубийствам, потому что, ну, ты же мужик, мужики не плачут. И проблемы здоровья, такие как рак простаты и яичек, являющиеся частой причиной смерти из-за того, что обнаруживают заболевание уже на поздних стадиях. Потому что, ну, ты же мужик, ты должен терпеть. И вот для привлечения внимания к этому фонду, к этим проблемам, начатая когда-то друзьями в Австралии традиция один месяц не брить усы, разрослась до всемирной движухи. Появились всякие похожие фонды, типа No Shave November, то есть ноябрь без бритья. И уйма мероприятий и так далее. Тогда как Недрачабрь, ну, он же NoNat November, NoFap November, активно популяризуемый последние пару лет тиктокерами, был придуман в начале 2010-х. Просто как шутка, пародия как раз на тот самый No Shave November. И опять же, не то чтобы это было плохо само по себе, но когда очередной школьник пишет под выпуском комментарий, типа Я не участвую в Небритебре, я участвую в Недрачабре. Вот хочется взять и вот привести в чувство. Так что, ну, конечно, делай, вернее, не делай, что хочется. Не брейся, не теребонькой. Ну, просто не надо сравнивать эти акции по значимости. Более того, с Недрачабрем у тебя в этом году ничего не выйдет, потому что вышло кое-что, что предсказывал великий провидец, сам Стасиус. Ну, там, не знаю. Порно-пародия на Squid Game. Squirt Game. И именно такое альтернативное английское название у тайваньской порно-пародии. Первая серия, которая вышла на Хэллоуин. В оригинале оно китайское. Вот такое вот. И значит что-то типа «Игра в морское ушко». Морское ушко — это моллюск. И выглядит он вот так. Так что, ну, им же в Китае называют и то, на что он, собственно, похож. Сюжет пародии, думаю, тоже достаточно легко предугадать. Но в целом, удачи тебе с твоими челленджами. А я начну. А вот совершенно неожиданным по сравнению со Squirt Game, но не менее приятным, оказался тизер пиксаровского мульта Lightyear. Так неожиданно и приятно. Да-да, про того самого база Lightyear из истории игрушек. Точнее, про настоящего Lightyear, на котором основана та игрушка из той истории. Серьезный спин-офф истории игрушек с охренительным визуалом и Крисом Эвансом в главной роли? Да, пожалуйста. Я даже и не подозревал, что мне необходим этот анимационный фильм. Вот прям сейчас я... И вот теперь я... Да, я хочу его видеть. Вот. А потом еще хочу видеть вестерн про Вуди и мелодраму про лампу из заставки. Хотя я не уверен, есть ли у них свой лор. Ну, как бы у Космического Рейнджера-то был целый бультсериал, прямо с двумя сезонами. Ну, что-нибудь-то придумаю, там в Пиксаре мозговитые люди работают. Естественно, поменявшийся образ база не оставил интернетян равнодушными и породил кучу мемов. И про то, как было-стало, и про то, что, ого, у него есть волосы, прикинь. Про сходство с другими персонажами Криса Эванса, который вот теперь озвучивает вместо Тима Аллена. И про то, как Лайтер стал выглядеть, будто герой компьютерной игры. Ну, посмотри, он реально на Думгая похож. Понятно, что такой мрачный и серьезный трейлер выпустили чисто для, ну, вау-эффекта. А на выходе будет, как обычно, смешной детский мультик. Но, согласись, Пиксару удалось удивить. С другой стороны, сейчас 2021, мы второй год подряд живем в такой серости тления и безысходности, что веселый жизнерадостный трейлер выглядел бы, может, и даже неуместно. Релиз мультфильма обещан на июнь 2022 года. Надеюсь, выйдет по расписанию и не придется ждать до бесконечности и дальше. Бесконечность не предел! Саппи... Это что, питон, что ли, пролетел? О, сработало! Значит, как минимум минутка у нас есть. Слушай сюда внимательно, расскажу только один раз и повторять не буду. Инфа секретная, только для тебя. Не вздумай потом Стасу писать в комментах, что я приходил и рассказал тебе. Короче, Пайтон, самый распространенный и популярный язык программирования. Все вокруг тебя его используют в проектах. И Ютуб, и Фейсбук, и Инстаграм, и Нетфликс. Но умеешь ли ты им пользоваться? Нет? Не переживай! Выучить Пайтон может любой, независимо от возраста, пола, вероисповедания и предыдущего образования. Он считается простейшим языком для входа в IT. Все, что тебе нужно, это хороший учитель. И я тебе сейчас покажу, где такого можно найти. По ссылке в описании можно записаться в Skill Factory, школу, специализирующуюся на технических профессиях. Лучшее место, чтобы выучить Пайтон, фиг найдешь. А по промокоду Стасик Карасик ты получаешь скидку в 45% на курс FullStack Разработчик на Пайтон. У Skill Factory отличные отзывы и сотни довольных учеников. Учеба проходит в удобное для тебя время. Твоя задача только вовремя сдавать задания. Предусмотрены даже каникулы на две недели. А по окончании учебы специалисты из карьерного центра тебе помогут еще и работу найти. Опытные питанисты, как видишь, народ востребованный. И зарплаты у них как на дрожжах растут по 10% в год. Возвращается. Запомни, Стасик Карасик и ссылка в описании. Блин, странно. Показалось, наверное. Пахнет... Ценной секретной информацией. Может, кажется. Так, на чем я становился? Одна из самых громких новостей прошлой недели, это, конечно, переименование корпорации Facebook из, собственно, Facebook в Meta. Не путать социальной сетью Facebook, она продолжит называться так же. А вот корпорация, которой принадлежит эта социальная сеть, да и вообще огромное количество других немалоизвестных сервисов, теперь будет называться Meta. По словам главного исполнительного директора и председателя корпорации, совершенно точно не шифрующегося рептилоида Марка Цукерберга, это сделано, чтобы показать, что их деятельность не ограничивается только Facebook. И этого было бы достаточно, абсолютно адекватное объяснение, но воспользовавшись шансом товарищ обыкновенный человек, решил поделиться своим видением будущего человечества и тем, куда и как стоит развивать интернет. А развивать его стоит, по мнению Марка, в метавселенную, разработкой которой и занимается его компания с новым именем. Мета. Что из себя эта метавселенная представляет, пока толком как бы и непонятно. Какая-то совокупность виртуальной, дополненной и смешанной реальности, которая должна прийти на смену интернету в мобильниках. Ну, типа, вот у тебя сейчас все сервисы привязаны к смартфону, разные там приложения, аккаунты, а в будущем этого всего больше не будет, будет метавселенная. Понять которую ты пока не можешь, потому что это следующий шаг взаимодействия человека с интернетом. Короче, что-то на богатом и фантазерском. Но есть более простое, понятное и вероятное объяснение ребрендингу корпорации. Если откинуть все вот это вот мишуру про светлое, крутое будущее. 25 октября 17 американских изданий опубликовали десятки статей о вреде Фейсбука и его сервиса. О психологических расстройствах, вызванных алгоритмами, о торговле людьми, спрятанной в недрах закрытых групп, о навязывании и формировании взглядов, ну и так далее. И тут вот очень кстати компания Фейсбук берет и меняет название, типа, это вообще не про них, а что, ой, 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 а где тут Фейсбук, о котором статьи, что? Глупости. А, ну это соседка какая-то старая, 2004 года, непонятно, что это вообще. Я хотел было заодно пошутить про то, что и Mail Group, пора бы уже тоже переименоваться. А они, оказывается, это уже сделали. 12 октября, только наизнанку от Фейсбука, теперь все, что было Mail Group, это теперь ВК. О, знаешь вот этого актера? Ну, очень вероятно, что знаешь. Ну, правда ведь, ну, вот он, да? Это же Бенджамин Джозеф Новак, знаменитое лицо духов Швеции, или китайского триммера для волос, красивых дождевиков. Ну ладно, может ты его знаешь из сериала «Офис», ну или, ну там, из фильма «Бесславные ублюдки». А на всех этих упаковках он оказался, потому что кто-то когда-то случайно залил его фотку на сайт с материалами, которые можно использовать бесплатно. И как он сам написал у себя в сторис, ему слишком весело, чтобы что-то предпринимать по этому поводу. Хотя попробует и засудить теперь всех этих китайских производителей краски для лица. Но он как будто бы из того сайта себя даже убирать не собирается. Видимо, ждет, когда же уже, наконец, фотку запользуют как-то логично, то есть на упаковке офисных принадлежностей. А вообще, ну да, так оно и работает. У меня, вот, например, есть знакомая, которая 10 лет назад снялась для стоков, и за это время где она только не побывала. От рекламы папы Джонса, обложек сомнительных книг и плакатов на фоне во всяких сериалах и фильмах, вплоть до черного зеркала, до кучи турецких футболок и даже татух. Я вот тоже однажды поучаствовал в видосе знакомого режиссера про эмоции. И вот, вот, вот тоже, где только этот видос с тех пор не всплывал. В США есть такая штука, как разнообразие в трудоустройстве. Ну, это когда нанимают представителей разных меньшинств, чтобы в многонациональной стране люди чувствовали себя комфортно. Ну, типа, смотришь на руководящие посты всяких фирм, а там люди, которые находятся в твоей этнической группе. Например, какой-нибудь славянский Иван Петров, и тебе сразу как-то так вот тепло и вот гордо на душе. Звучит вся эта тема вроде благородно, но бывают ситуации на грани здравого смысла. Вот, например, в одну такую ситуацию попал Дэвид Дюваль, который еще в 13-м году получил неплохую позицию, вице-президент по маркетингу и связям. Уважаемо. Еще и в клинике, то есть, ну, вдвойне уважаемо. И проработал вот он там до 18-го года, когда его вдруг без лишних объяснений уволили. А на его место через месяц наняли двух женщин, одну черную, другую белую, два веселых гуся. И наняли их как раз во имя расового и гендерного разнообразия среди исполнительных лиц. И Дэвид тут как бы такой подел-то, что это, ну, стрелочка-то перевернулась, получается, в смысле, ну, это обратный сексизм. И обратился в суд, чтобы все эти австрийско-художественные, так сказать, приемы не остались безнаказанными. И вот судья принял решение, и, как ни странно, суд встал на сторону белого мужчины. Это, бля, даже произносить противно. Бля, бля, белый мужчина. Судя по свидетельствам, основной причиной увольнения Дэвида Дювали послужили его пол и раса. А это, ну, получается, самый настоящий сексизм и расизм. И теперь бывший работодатель должен выплатить 10 миллионов долларов пострадавшему. На самом деле легко отделались всего лишь 10 миллионов. А могли ведь нарваться на самый настоящий срач в Твиттере. Ммм, тогда бы их точно переиграли и уничтожили. За то, что у них недостаточно, это, разнообразный корректив. А это, как бы, пострашнее каких-то там денег. Было бы круто, если бы сверху еще и эти две женщины подали в суд, потому что их взяли только из-за того, что они женщины. А еще и, как бы, двух на место одного мужика. Вот, это было бы, конечно, неплохое судебное комбо. Сон принимает. Как же очень в будущем мы все-таки живем. Робо-собаки проверяют шахты на безопасность. Дрон впервые доставил человеческие легкие для трансплантации. Он пролетел полтора километра между двумя госпиталями и управился всего за 6 минут. И это я еще не говорю про то, что всякие амазоны уже вовсю практикуют доставку посылок дронами. А в наших краях, ну, либо ровер от Яндекса, который не очень-то везде и пробраться-то может, либо... Почта России. Так что я был очень даже рад, когда узнал, что в Айлберис начали тестировать доставку дронами. Правда, у них дроны, ну, такие, которые могут проделать расстояние в 300 километров. Вон, ты глянь, какого размера этот дронодактиль. Он реально может схватить и унести двухгодовалого ребенка. Может быть, даже вместе с матерью. Ну, Россия большая. Чтобы долететь до самого дальнего, там, условного, подзатвороженска, большой России нужны большие дроны. Надеюсь, что оно будет работать нормально, а не как... И нет, это не реклама Уайлдберрис. Это реклама мерча канала, который можно купить на Уайлдберрис. Ха-ха-ха-ха! Вот так поворот! Так что совсем скоро ты сможешь заказывать наши носочки, и дрон будет прилетать в любой твой родной подзатвороженск и лично натягивать тебе их на пяточки. Хоть раз в неделю заказывай, кайф! Главное, не намотайся на пропеллер дрону. Ну, вообще, как бы даже и без дрона ты можешь заказывать и носки, и там, шапку, например. Нечего там мерзнуть. На Уайлдберрис вбивай в поиск. Мерч. This is хорошо. Все будет там. Все. Сам принимает. Осталось только напомнить тебе, как бы, питонить своих удавов, ставить лайки выпуском, писать комментарии, ведь это несложно. Стримов пока нет, но вы держитесь. У нас тут локдауны, поэтому не получается. Но, если очень скучается по стримам, то и Серж, и Костик очень круто, ну, у себя продолжают стримить. Это все еще можно смотреть. Ко мне можно, не знаю, в Яндекс.Дзен зайти, посмотреть на эротичные фотки велосипедов. Пойду, кстати, его потрогаю. Пока-ки.